Жители Кубишевского района Самары не любят, когда их район называют промышленной окраиной, тем более, что с открытием Фрунденского моста он станет еще ближе к историческому центру города. Пока же территории скорее соответствуют дальней станции, трава по пояс, проблемы с благоустройством, неухоженные остановочные павильоны. И все это на гостевом маршруте Мундиале, по которому складывается первое впечатление о городе, принимающем игры мирового уровня. Вот по этой вывеске гости должны понять, что въехали в город, а по этим объявлениям судить о культуре местных жителей. Привести район в порядок, такую задачу поставил глава Самары Олег Фурсов на завещании с управляющим активом. Сегодня районы получили самостоятельность. Для того, чтобы подмести двор или покрасить забор, теперь совсем не обязательно вмешательство в городской власти. Управляющим микрорайонов не более трех месяцев. Кто-то побольше, кто-то поменьше работает. Вообще вот этой системе, которая создана губернатором, есть совсем немного времени. Но, коллеги, от вашей активности зависит и темп преобразования в районе. Вы должны обращать внимание на всякие несуразицы. Остановки необходимо отремонтировать. Контейнерные площадки обустроить, ржавчину и мусор убрать от дворов и улиц. Важнейшее из проблем – навести порядок в земельном вопросе, чтобы собственники и пользователи платили налоги, на которые живет район. Все эти проблемы можно решить на местном уровне. Так же, как и с беспорядочной рекламой. Весь район увешан объявлениями, от которых одни неудобства. Сейчас поставлена задача к 1 сентября – всю незаконную рекламу с города убрать. Стационарную такую, имеется в виду, на больших стендах. Но ваша задача – реклама на фасадах. Эти полномочия с 1 сентября полностью находятся в компетенции района. Идет пробуксовка в качестве рекламных объявлений. В основном люди развешивают ночью. Это касается всяких перевозки и прочей. Боремся с ними, обрываем их сами лично. Прочем, управляющие компании их тоже обрывать. Кроме того, на легальной рекламе район также может зарабатывать на решении своих проблем. Срок, обозначенный для устранения всех недостатков до конца лета. На завтра уже профильные службы района получат ценные указания. И приступаем к работе. У нас есть месяц для того, чтобы исправить ситуацию и выйти вперед остальных районов. А на 1 сентября запланировано открытие двух масштабных объектов – Дворца культуры и стадиона. Важно, чтобы после реконструкции они органично вписались в общую картину Куйбышевского района. Олег Зверев, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова